Сегодня Всемирный день радио. Именно 13 февраля 2011 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла решение о ежегодном проведении Всемирного дня радио. Дату выбрали не случайно. 13 февраля 1946 года впервые вышла в эфир радио ООН, станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. И сегодня радио является одним из лучших способов передачи информации в чрезвычайных ситуациях, в том случае, если нет электричества, телефона или интернета. В Якутии радиосигнал вещает уже около 90 лет. Коллектив якутского радио, который на данный момент насчитывает около 40 человек, одним из первых поздравил наш корреспондент. Альбина Тарабукина полюбила радио еще ребенком. Пришла сюда работать, когда ей было около 25 лет. Тогда вместо цифровых дорожек звука работать приходилось с тяжелыми бобинами магнитных лент весом 8 килограммов. И вот уже 27 лет она трудится на радио в родной Якутии. Была очень сложная работа техники. Вот я говорила же, да, что были большие бобины, эти ленты крутились, да, и мы прямо стояли с ножницами, щипцами, маленькими, значит, как скотч лентами. То есть мы где-то там резали, где-то что-то соединяли, одно слово с другим, предложение с другим. Сегодня, по мнению Альбины Афанасьевны, технических возможностей у современных радиоведущих гораздо больше. А сейчас здорово, все на экране, в цифровом формате. И видишь, и слышишь, и все вот эти вот волны, они хоть несколько раз, ты можешь их возвращать, останавливать, монтировать. Сейчас все в радость. Все мы делаем очень оперативно, благодаря вот такой технике. Слава Богу, сейчас такое время настало. Иван Тарасов, представитель нового поколения ведущих. На радио всего около пяти лет. Ведет авторский проект «Живой звук». В его радиопередаче артисты и музыканты в прямом эфире поют песни и общаются со слушателями. Автор проекта уверяет, у современных специалистов радиовещания свои трудности. Во-первых, мы общаемся очень много по телефону с нашими слушателями. Надо быть сдержанным, надо быть культурным. И самое главное, когда сидишь за бультом, надо знать пульт. Ну, допустим, банально вовремя отключить микрофон. Радио на родном языке вещает по всей территории республики и даже в самых отдаленных местах. А благодаря всемирной паутине якутское радио доступно всей стране и даже за рубежом. Александр Зубехин, Владимир Павлов, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова